В Санкт-Петербурге простились с известной актрисой, звездой сериала «Тени исчезают в полдене» Александры Завьяловой. Женщина редкой красоты. В последние годы она нигде не снималась, не общалась с коллегами, вела крайне замкнутый образ жизни. И только сейчас, после трагической гибели, артистке стало ясно, насколько тяжело ей приходилось. На похоронах на Смоленском кладбище не было сына Завьяловой, Петра. Следствие полагает, именно он убил мать накануне ее 80-летия. Репортаж Алексея Карипанова. В этой многоэтажке в одном из спальных районов Петербурга Александра Завьялова прожила всю свою сознательную жизнь. С 68-го года вместе с сыном ютилась в крохотной двушке на втором этаже. Как говорят соседи, актриса вела отшельнический, замкнутый образ жизни, мало общалась с людьми. Но тем не менее, жильцы никаких серьезных конфликтов в ее семье вспомнить не могут. Заслуженная артистка России сторонилась публичности. Она часто гуляла в одиночестве и почти ни с кем не разговаривала. Вместе с сыном Петром их вообще видели крайне редко. Мужчина, говорят соседи, нигде не работал и так и не обзавелся своей собственной семьей. А за матерью в основном ухаживала старшая дочь. Она иногда выходила гулять, ну как все пенсионеры выходят гулять. А про Петю я могу сказать, что он был порядочным человеком. А то, что пил, ну что делать. Ну был хорошим, он не наркоман, ничего. Именно Петр Завьялов в ночь трагедии позвонил сестре и признался в страшном поступке, говорят следователи. Это случилось за сутки до юбилея актрисы. 4 февраля ей исполнилось бы 80. По версии следствия, ночью 3 февраля текущего года, Завьялов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, нанес удар ножом своей матери, в результате чего потерпевшая скончалась на месте происшествия. Выпускница Ленинградского театрального института, она рано стала сниматься в кино, в комедии «Алешкина любовь. Жизнерадостная стрелочница Зинка». Партнером по картине у Завьяловой был Леонид Быков. Хотя самая главная роль случилась, конечно, позже. Это, по сути, сразу два характера в одном фильме. В легендарном «Тени исчезают в полдень». Она еще совсем юная, Серафима Клычкова, и нелюдимая, скрывавшаяся под вымышленным именем, затворница Пестемея Морозова. Как сапог мой целовать отказался. Тоже помню. Именно после этой роли Александра Завьялова почти совсем не появлялась на экране. Стала заложницей своего таланта, говорят те, кто работал с ней. У Саши были глаза, которые... ну... которые рассказывали о внутреннем мире этой женщины. И поэтому роль становилась не только внешней, точнее, но и внутренней. На нее было смотреть интересно. Не просто восхищались там ее красотой, когда она была по-другому одета, или ее злостью, восхищались умением, как она несла свой образ. После оглушительного успеха режиссеры перестали предлагать ей роли. Еще одной из возможных причин того, что от успешной актрисы вдруг отвернулись, был брак с крупным американским бизнесменом. Его заподозрили в шпионаже и выдворили из СССР. Многолетнее забвение в кино, семейные неудачи, все это переросло в тяжелую депрессию. Я слышала о том, что она часто болела и бывала в больницах. Что у нее не очень хорошо было с памятью. Петр, как говорят правоохранители, уже дал признательные показания. В семье до сих пор не верят в то, что мужчина мог сознательно решиться на такое. Мы говорили, давай, может быть, разменяем квартиру, чтобы вы жили отдельно. Она на это не шла, не соглашалась. Я полагаю, что у Пети возникли какие-то галлюцинации. Я уверена, он не мог это сделать, видя при этом бабушку. Потому что сейчас он ничего не помнит, он не понимает, что это он сделал. И у меня тоже сочувствие к Пете очень сильное. Потому что я знаю, что это человек, которому это не свойственно. Он совсем другой. Петр Завьялов сейчас в статусе подозреваемого и находится под стражей. А за обычной деревянной дверью их квартиры тишина. Это кадры из документального фильма «Наших коллег». По сути, одно из последних появлений яркой кинодивы на телеэкране. Она играет с правнучкой и кажется вполне счастливым человеком, если бы не эти строчки Беллы Ахмадулиной, которые актриса в полоборота читает перед окном. О, земля моя, даруй мне тень. Пошли хоть малый кустик простить меня и защитить меня. Будем жить. Алексей Крепанов, Владимир Смирнов, Ксения Угарова, Мария Емельянова и Светлана Баркова. Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова